Всем привет! Сегодня нам с вами предстоит уникальная и интересная возможность посмотреть на работу советского разведчика глазами врага. Всем нам известна поговорка «Болтун – находка для шпиона», и она буквально характеризует данные случаи. Сегодня мы послушаем воспоминания майора 97-й егерской дивизии вермахта Эстенхаузена и узнаем, как он трепался, выдавал стратегическую информацию и отвечал на расспросы советского разведчика, даже не понимая, кто перед ним. Когда же все выяснилось, то немецкий майор почувствовал себя не то что неловко, он почувствовал себя дебилом, которому вполне может грозить трибунал. Давайте же послушаем, как это было. Итак, я отправился пешком, взяв с собой обер-вахмистера. Под дождем, выдирая из грязи ноги, мы наконец-то добрались до выдвинутой вперед батареи. Перед нами располагались развалины Изюма, откуда выходило широкое шоссе, ведущую к нам через две передовые линии. На этом шоссе мы увидели фигуру одинокого пешехода, спокойно приближавшегося к нам. «Что он там ищет с этой своей фуражкой?» – пробормотал вахмистер. Эта фуражка непонятным образом держалась на голове незнакомца, с высокой тулью и серебряным шнуром, как носят офицеры гарнизона. Она никак не сочеталась с фронтовой промокшей плащ-палаткой, под которой обрисовывалась приземистая, но очень очевидно мощная фигура. Поравнявшись с орудием, человек тотчас же покинул шоссе и подошел к нам. Он представился, пробормотал неразборчиво свое имя и протянул мне свою правую руку в перчатке. «Немыслимо мерзкая погодка, комрад!» – неторопливо произнес он с усмешкой. Причем в его голосе мне послышался восточно-прусский акцент. Его широкое свежее лицо с уже тронутыми сединой усиками выражало явное добродушие. Прикинув, я решил для себя, что это, вероятно, какой-нибудь провинциальный ординатор, который, ныне будучи резервистом, как и я, снова призван на военную службу. Я предложил ему сигарету. «Что же вы бродите в такой ливень?» «Да, мне тут надо немного осмотреть местность. Тогда вам надо было выбрать не такой опасный участок. Здесь каждую минуту могут открыть огонь. Что ж, такова война, но мне надо познакомиться именно с этим участком. А для чего же? Я из штаба группы армии, контрразведывательный отдел. «Ну, тогда вам может быть интересно, что в нашем селе сегодня ночью объявились четверо нездешних гражданских типов, которые явно пришли откуда-то и пытались настраивать крестьян против нас. Не представляю, как они могли перебраться через передовую. «Ну, это все мелочи, и они меня не интересуют. Начальник контрразведки наверняка этим занимается». Он ответил мне в сторону. «На самом деле я не из Абвера, но занимаюсь активной разведкой. Однако вашему солдату этого знать не надо. Нынешней ночью я буду отсюда засылать своих людей на ту сторону». Он задал мне еще несколько вопросов о дороге к деревне, где располагалась моя вторая батарея. Я взял у Вахмистера топографическую карту и объяснил ему дорогу туда. «Вам лучше бы добираться не по шоссе, а через ложбину. Шоссе частенько простреливают. Я побывал еще в расположении стоящего перед нами егерского батальона, который мне задолго до нашего появления подвергся ожесточенному артобстрелу. Затем мы пустились в тяжелый обратный путь. Через некоторое время в разрыв между тучами выглянуло солнце. Но его появление нам почти ничем не помогло. К этому времени, когда почва просохла и снова стала твердой, мы уже подходили к нашему КП. Усталые, мы молча принялись обедать. Но внезапно Вахмистер положил ложку. «Господин майор, я вот думаю о том удивительном офицере, которого мы встретили утром. Такую фуражку не носит ни один фронтовик. Но он же служил в штабе группы армии, и он же все-таки не на передовой. Но почему тогда он расспрашивал про село, в котором стоит наша вторая батарея, по которой русские постоянно ведут огонь? К тому же он говорил с каким-то интересным акцентом. «Да нет, у него просто восточно-прусский выговор. Или он может быть откуда-то из Прибалтики. Надо поговорить с контрразведчиками, да побыстрее». Я вызвал по телефону штаб дивизии и сообщил обо всем произошедшем офицеру, который отвечал за разведывательную и контрразведывательную работу. «Что-то весьма сомнительно», – ответил он мне. «Если бы кто-нибудь из штаба группы армии занимался подобными делами на нашем участке фронта, меня бы непременно поставили в известность. Я займусь этим делом». Через несколько часов я получил разъяснение. В штабе группы армии про этого человека ничего не было известно. Расследование на уровне дивизии дало ошеломляющие результаты. После разговора со мной неизвестный разыскал командира батальона. Последнему он ничего не рассказывал о своей разведывательной деятельности. Предподнес лишь какую-то байку. На этот раз он также, как и меня, спрашивал о дороге к этому селу, где якобы жила какая-то немецкая фрау Майер, уроженка Германии, вдова проживающего в России немца. По распоряжению ее немецких родственников, ее надо было вывезти в Германию, и этот человек подрядился найти ее в России и организовать переезд на родину. Его автомашина, однако, в этот момент завязывала в грязи, и поэтому он попросил от телеги с лошадью, таковые и были ему любезно предоставлены. Добравшись на этой телеге до указанного села, он забрал оттуда неимоверно обрадовшую предстоящим возвращением на родину фрау Майер и поехал мимо позиции артиллерийской батареи, где, будучи остановлен для расспросов, преподнес ту же историю. Наконец, он остановил телегу на какой-то лесной опушке, сказав вознице, что ему еще надо урегулировать какие-то вопросы. Он слез с телеги и велел тому возвращаться в штаб, который якобы и должен отправить фрау Майер на родину. По свистку неизвестного из леса выехал легковой автомобиль, на котором он и отбыл в противоположном направлении. С тех пор о нем больше никто ничего не слышал, его никогда не видели. О ситуации с фрау Майер не был осведомлен ни один германский гражданский чиновник. К вечеру того же дня русские произвели артиллерийский обстрел второй батареи, после чего она подверглась атаке с воздуха. Однако, благодаря хорошо оборудованным позициям, все удары остались без тяжелых последствий. Тем не менее, я в определенной мере испытывал чувство вины. Это стало моим первым восточным опытом. Вечером того же дня из штаба дивизии пришел приказ о том, что неизвестный офицер, появившись на огневых позициях и задающий там вопросы, должен рассматриваться как подозрительная личность. На следующее утро я отправился с инспекции на другой участок позиции батальона фронта. Как я и намеревался сделать, свою инспекцию я начал с осмотра позиций рот и попросил командира обозначить мне секторы обстрела из пулеметов и минометов, чтобы выявить для себя мертвые зоны, которые следовало бы перекрыть артиллерийским огнем. Однако при подобной инспекции мне следовало бы сначала представиться командиру батальона. Когда я наконец-то добрался до УКП батальона, находившиеся там офицеры вытянулись по стойке смирно, но приветствовали меня весьма холодно. Лишь когда я представился им в качестве нового командира первого дивизиона и когда они узнали сопровождавшего меня обер-вахмистера, атмосфера несколько разрядилась. Командир батальона, энергичный капитан, объяснил мне, «О господине майоре мне уже доложили как о шпионе, и в течение получаса мы держали вас под строгим наблюдением. Только тогда я обратил внимание на то, что с момента моего появления в распоряжении батальона за мной следовали солдаты с винтовками на изготовку». Из воспоминания майора 97-й егерской дивизии вермахта А. Эстенхаузена. Вот такие вот дела, друзья. Майора вермахта самого чуть не стрельнули, благодаря работе неизвестного советского разведчика. К сожалению, мы не знаем ни имени, ни судьбы этого человека, кроме киногероев и каноничных штирлицев. В реальности, в немецкой форме, мы видели только одного советского разведчика, легендарного Николая Кузнецова, он же Пауль Зибер, который, к сожалению, не дожил до Дня Победы, но сделал очень много для того, чтобы приблизить этот день. Невероятно талантливая, смелая и незаурядная личность. Как известно, об успехах разведки знают лишь единицы, а о провалах знают все. Не исключено, что в случае, если бы Николай Кузнецов прошел бы всю войну и уцелел, то мы бы, возможно, так и не узнали о нем столько, сколько знаем сейчас, потому что нераскрытый агент – это настоящая огромная ценность, ведь такого профессионала можно внедрять и использовать на благо государства и дальше. Вот и ответ, почему мы до сих пор не знаем судьб и имен тех, кто так же, как и Кузнецов, находился в тылу врага, постоянно рискуя и идя ва-банк, приближая победу. Будем надеяться, что этот безымянный разведчик, которого упомянул в своих воспоминаниях немецкий майор, смог уцелеть и выжить в мясорубке войны. А у нас на сегодня все. Пишите свои комментарии, делитесь своим мнением. Спасибо за ваше внимание. С вами был Дмитрий и канал «Чтобы помнили». Всем пока!